Доброго времени суток! С недавних пор все стали пользоваться новым тарифом от МТС безлимитища. И не просто пользоваться, а прошивать модемы, то есть менять имы, и пользоваться им с помощью персонального компьютера. Но есть одна проблема. На данном тарифе стоит ограничение на торрент, и поэтому вы не можете развить скорость более 13 кбит в секунду. А это, естественно, несерьезно. В данном уроке я постараюсь очень подробно рассказать, как исправить эту проблему и увеличить максимально скорость, насколько это возможно. Таких роликов очень много в интернете, но я постараюсь сделать все именно четко и как положено, чтобы у вас не осталось никаких вопросов и все работало у вас хорошо. Сколько я не смотрел роликов, такого я не находил. Приходилось самому додумывать и догадывать. Прежде всего разберемся, какие программы нам нужны. А нам нужна программа U-Torrent, программа Vidalia и пакет обновленного Тора. Все эти программы можно будет скачать по ссылочкам в описании. Торрент, Vidalia и пакет обновления. Вот это вот ссылочка, если что. Expert Bundle. После того, как у вас есть все компоненты, приступим к установке. Открываем прежде всего U-Torrent. В моем случае установка на английском языке. Но это ничего страшного. Если Брендмауэр у вас спрашивает, разрешайте. Нажимаем Next. Next. Соглашаемся с лицензией. Еще раз принимаем правила. Вот за это мы пропускаем, а то установится ненужный нам антивирус. Жмем Skype. Здесь на ваш выбор, где вы хотите видеть иконки. Здесь также у вас спрашивают, какого типа файла вы хотите открывать и запускать ли торрент при запуске Windows. Добавить его в исключение Firewall. Это все мне не нужно. И нажимаю Next. У меня он уже установлен, поэтому делать этого я не буду. Далее будет просто установка и все. Я думаю, что дальше объяснять нечего. Далее устанавливаем Видалее. Видалее нам нужно, чтобы перенаправить VPN-запрос. Нажимаем Далее. Здесь все оставляем как есть. Full. Галочкой оставляем. Нажимаем Далее. Выбираем каталог. Его тоже лучше не менять. Ну и все. Дожидаемся окончания установки. Далее. Итак, что нужно сделать далее. Ищем, куда мы устанавливали программу Видалее. Находим папку. Точнее, сначала разархивируем архив. Скачанный. Обновленный тор. И просто кидаем в папку Свидалее. Соглашаясь на замену. Нажимаем Продолжить. Разрешаем тем самым. Все. То есть, все программы у нас настроены. Точнее, установлены. Теперь можем приступить к непосредственной настройке. Запускаем торрент. Сразу же запускаем программу Видалее. Настраивать мы будем обе программы. И работать они будут совместно, кстати говоря. Запускаем Видалее. Пока что нам нужна программа U-Torrent. Нажимаем Настройки. Настройки программы. Находим здесь пункт BitTorrent. И вот здесь вот шифрование потока с протокола, точнее, должно быть отключено. Возвращаемся в параметры соединения. И обращаю ваше внимание, то что прокси-сервер должен быть вот такой. 127.0.0.1. Порт обязательно 9050. И тип подключения должен быть выбран SOX 5. Это обязательно. Также здесь вот должны галочки выставлены быть, как у меня. То есть, аутентификации не нужно. Здесь нужно, здесь нужно, 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 здесь не нужно. Все. Сюда мы больше не возвращаемся пока что. Нажимаем Применить и ОК. Далее у нас уже открыта программа Видалее. Торрент мы можем свернуть. Вот уже Видалее подключил их к сети, но нам нужно ее тоже настроить. Нажимаем Настройки. Запускать торт при запроске Видалее. Ну да, запускать это должно стоять. Сеть, обмен. В обмене нужно обязательно нажать Работать только как клиент. Это все остается так же. Дополнительные настройки. Вот здесь адрес TCP соединения должен быть такой же, как и в uTorrenty 127.0.0.1. А вот порт должен быть 9051, в отличие от uTorrenty. uTorrenty 9050. Аутентификация здесь тоже не нужна. Убираем ее. Ничего оставим. И нажимаем ОК. После чего выходим из программы Видалее. То есть перезапускаем ее. Из uTorrent'а тоже выходим. И запускаем их снова, дабы проверить. И Видалию. Ждем подключения Видалее. Если вдруг Видалее у вас не подключается, еще раз скажу, скачайте компоненты с сайта TorProject. Вот. Expert Bundle. И замените их, как я показывал вам. Пока что скачаем какой-нибудь торрент. Ну вот, допустим, программа Sony Vegas Pro. Так, пока подключается я сейчас. Итак, Видалее подключилось. Можем пока что ее свернуть. Показываю, что она свернута. Я решил скачать не Sony Vegas, а вот Adobe Photoshop. Давайте попробуем. Скачиваем торрент. Так, программа uTorrent уже открыта. Закидываем сюда торрент. И смотрите, здесь важный момент. Если подключение к пирам у вас висит, и вы ничего с этим сделать не можете, Видали, uTorrent включены и настроены, и вы не знаете, что делать. Включите настройки еще раз, настройки программы uTorrent. И вместо SOX 5 поставьте на нет. Нажмите применить, ОК. И перезагрузите uTorrent. После перезагрузки uTorrent дождитесь подключения к пирам и немножечко подождите. Совсем немного. Вот. Нужно немножко подождать. И теперь просто берем, опять нажимаем настройки, настройки программы, и меняем на наш SOX 5, уже настроенный ранее. Нажимаем применить, ОК. И смотрим, как скорость растет. А если же она не растет, еще раз перезагружаем uTorrent. Либо же вы просто мало подождали. Итак, смотрим, растет ли скорость. И вот все. Программы наши настроены. Как видите, скорость возрастает. То есть она уже перешла через ограничения. Таким образом мы смогли с вами настроить скачку с торрента на безлимитище от МТС. Несмотря на их ограничения. Таким образом мы можем достичь скорости до 5 Мбит, обещанных от МТС. Надеюсь, что я вам помог. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok